Березы Что же это за растения и как они называются? Это мох. Он очень неприхотлив и может расти на стволах и корнях деревьев, старых пнях и даже прямо на камнях. Еще мхи примечательны тем, что зеленеют круглый год. И их легко найти не только летом, но и глубокой осенью. Эти растения удивительно разнообразны по форме. Вот этот мох очень похож на миниатюрный лист папоротника. А у этого мха невысокий стебелек с хорошо заметными овальными листьями. А здесь густое переплетение тонких веточек. Этот мох похож на маленькие зеленые лепешки неправильной формы. На них видны миниатюрные чашечки. Здесь будут развиваться новые растения. А этот словно крошечная пальма, но под ней поместятся только муравей. На этой полянке растет мох с интересным названием кукушкин лен. Посмотрите, у него высокий стебель с тонкими узкими листьями. На длинной ножке находится коробочка со спорами. Она закрыта колпачком с тонкими волосками, похожими на льняную пряжу, за что и назвали мох кукушкин лен. В хвойном лесу мох разрастается и образует целые полянки, покрытые мягким зеленым ковром. Этот мох называется непривычным для нас словом сфагнум. Его стоит запомнить, потому что он может впитывать удивительно много влаги и убивает микробы. Поэтому сухой сфагнум можно прикладывать краном в качестве первой помощи. За несколько лет такой мох, разрастаясь и накапливая воду, постепенно приводит к образованию болота. Но на таких болотах нет топий. Толстый слой мха выдерживает вес взрослого человека. А вот рядом с уже знакомыми подушечками мха видны светло-зеленые пластинки лишайника. Они могут выносить засуху, морозы и зной. Но так же, как и мхи, не выносят загрязнения воздуха. Поэтому знайте, если они гибнут, пора трубить тревогу. Наша природа в опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова